Всем привет, это Сайфер. Загружаюсь и проходим дальше Костров Мэджик. Получается восьмой эпизод. Это всего лишь февраль шестого года. Замедленнее стала игра. Ну, в плане, не то, что игра медленно играется, просто ходы медленно происходят из-за того, что приходится управлять сразу империей по всему миру. Смотрю, кто мне еще не походил на этом ходу. Четыре героя, которые еще не ходили. И Ифрит. Так, эти отряды мне не нужны, в принципе, нигде. Можно спокойно на разведку отправить. Ну, по крайней мере, одного точно можно отправить. Хотя, скорее всего, его потопят, но попробовать можно. Допустим, этот отряд оставлю в городе, просто для прикрытия. Герою, видимо, придется смириться, что на этом ходу ему не с кем и негде драться. Продвигаться в эту сторону хочется. Ну, вот куда-то короче, крада отбирать надо. Ну, или, может, там, в башне посражаюсь. Ифрит. Ну, вообще, это разведчик. Он может логово захватывать. Проблема в том, что у меня вот этот вот вулкан не прикрыт. Я думаю, если он отсюда уйдет, сеттлеры вулкан занимать не будут. У них свои особые дела. Поэтому на этом ходу можно из этого отряда поделать зомби. Заодно эти зомби прикроют вулкан. И, собственно, Ифрит после этого сможет куда-то дальше двигаться. Срезаю всем врагам Сопротивление и Ифрит лечится. Довольно просто и при этом эффективно. Ладно, Горгулька сопротивляется изо всех сил. Горгульку тоже хочу к себе забрать. У нее третья скорость летает. Здесь довольно большой остров, который надо исследовать. Ну, вот песика брать под контроль, это уже ладно. Это уже можно считать перебор. Так, ну, в принципе, все. Периодически промахиваюсь по клетке, в которую нужно кидать лайфдрейн. Две зомби, единичка славы даже. Тут не моя проблема. Они, по идее, не должны мешать отрядам, которые просто логово охраняют. Так, опять же толпа монстров, которые некуда девать. Окей, допустим, сделаем немножко разведчиков. Только на разведку лучше пускать все-таки наиболее быстрых юнитов. Ну, просто города у меня довольно неплохо защищены и всерьез параноить на тему захвата какого-то города, наверное, неправильно. Ну, вряд ли там что-то есть, но во все стороны тогда уж разведчика запущу. Ладно, эти трое пусть просто в город идут. Тут сидят его и защищают. Так, герои. Ну вот, герои, получается, на город напасть не может из-за того, что проход заблокирован. Получается, герои плюс-минус бесполезно ход закончить. Ну, он может такой отряд грохнуть, еще сделать побольше зомби. Окей, у этого понятно. Ход закончен, у этого ход закончен и остался без дела вот этот герой. Ну, этот герой тоже, видимо, останется без дела. Есть надежда на то, ну, не надежда, здесь довольно высокий шанс. У нас все-таки континент должен быть... А, в этой стране еще тоже есть какое-то логово не захваченное. Надо разведать. Штурм-гиганты. Так, а что, и сколько мне бежать до туда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он под этим кордом. И тут еще раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, если я тебе выдам еще плюс единичку скорости, то можно тебя отправить. Драться против штурм-гигантов. Проблема в том, что у меня очень мало артефактов, которые дают защиту от электричества. С другой стороны, здесь потенциально может быть синяя книжка, поэтому логово реально ценность представляет. Я думаю, надо отправить в любом случае. Ой, мисклик. А, ну и все, типа. И я уже не долетаю до туда. Окей. С тобой понятно, с тобой понятно, с тобой понятно. И вот последний непристроенный. Вот это вот логово надо разобрать. То есть, получается, он забирает мой единственный щит, который... А, он уже потрачен. Без топового щита я не могу против штурмовых гигантов сражаться. Просто резист элемент недостаточно. Даже если я кину ему... Удачу повешу через артефакт. У него будет 50-й тудев. Этого все равно не хватит. Ну, получается, этот герой бесполезен. Точнее, герой-то не бесполезен. Мне просто артов не хватает на всех. Сражаться здесь нельзя, потому что здесь молния бахает. Можно вот что сделать. Сюда лодку по саму нить. У этого ход закончился уже. Раз, два, три. Лодка позволит один ход выиграть. На следующем ходу подвезет на три клеточки героя, и он добежит докуда надо. Здесь мне нужен еще Magic Spirit. Так, у меня летит уже два. Один сюда, один сюда, один сюда, еще один сюда. Мне нужно вообще-то четыре, а не два. Так, ну, получается, этот герой без дела сидит на этом ходу. Просто пропуск. Ой, я здесь ход потерял. Ну и ладно. И здесь можно нападать. А что они такие умные резко стали? Никогда здесь пылы не кидали, а тут начали. Ну ладно, без разницы. Наверное, из-за того, что им просто заняться нечем, у них фантазия заканчивается, надо им какие-то цели посоздавать. Печаленькое нападение получилось. Так, ладно, продолжаем. Меня тут немножко прервали. Не доходили два героя, но у них, получается, никаких дел нет. Планы как-то не вырисовываются. Просто заканчиваю ход, получается. Ну и на остаток можно Magic Spirit призывать. Отходил, еле-еле, погнали дальше. И тебе не хворать. Че надо, говорит. Предлагает, чтобы я союз с каким-то волшебником разрушил. И при этом она ничего не предлагает взамен. Как-то совсем неинтересное предложение от нее. Ой, у меня что-то минус семь еды неожиданно стало. Столица так бедно выглядит. Строила там кавалерии все эти первые годы. Так, лучники. Видимо, многое построил юнитов. А, еще, наверное, фишка в том, что еду удвоили. Поэтому содержание каждого отряда теперь единичку еды требует. Так, монстры около Солонара. Ну и какая-то бесполезная ерунда. Солонар. Солонар. Так, на него как раз... Он в обход пошел. Помните, я в конце прошлого хода проводил эксперимент. Он стоял на этой клеточке, я ему всю дорогу преградил, и он пошел в обход. Ну ок, удачи. А вот и монстры. Вот монстры точно в обход не пойдут, но в этой клетке у них не будет бонуса хотя бы сопротивления, и с ними попроще там будет сражаться. Так, это... Эфрит, который ищет логово невзятые. Вот. Ну это захвачено уже. Это аура. Я уже узнаю этот цвет. Это просто разведчик. Здесь подвозим героя. Так, добежал. Ну, пока, прежде чем со шторм-гигантами сражаться, надо подумать. Ну, не то что подумать. Нужно просто спланировать ходы остальными героями. Может быть, есть что-то более срочное и важное на этом ходу. Поэтому... Типа, не нужно спешить. Так, этот герой почти точно нападает на город Кали. Кстати, Кали-то уже все, да? Герой почти точно нападает. Можно чуть-чуть полетать просто вокруг для разведки. Довольно дофига тут войск, но они вроде бы все слабые и не в одном отряде. С меня сняли форму призрака. Без формы призрака сражаться с Кали невозможно. Она специалист по крэк-сколам, поэтому... Сейдж получает обратную форму призрака. Ну, после этого уже можно драться. Так, ну, в остальном дел тут нет. Не знаю, какой-нибудь Counter Magic можно кинуть на всякий случай, если вдруг ему захочется снова диспеллы покидать неожиданно. Самый непонятный и неподходящий момент. Много тут всяких отрядов на самом деле. Я вообще-то Counter Magic кинул. Я что, вы просто так кинул? Или в чем... В чем ваша проблема, кабанчики? Вы вообще-то Counter Magic должны останавливаться. Так, Flame Blade. Сейдж дальше высасывает здоровье, создает будущих охранников этого города. А, это в ауре, скорее всего, бой. Да, природная аура. Окей. Так, Holy Weapon еще явно мне нужен. Лучше вообще вот как делать. Лучше вначале разочек стукнуть, потом стрельнуть. Разочек стукнуть, потом стрельнуть. Так. Так, ну, у меня миллион хитпоинтов. Здесь все элементарно. На территорию города не лезу. Мне не нужны дополнительные разрушения. Это будет мой город. Потерял очень много здоровья, но это все бонусное здоровье. Львиное сердце заканчивается где-то там. Вообще, надо банишем его убить. Пять отрядов, три славы. Здесь один медведь. Ой. Что-то... Меня немножко беспокоит этот персонаж. Беспокоит он меня тем, что он ни с кем не воюет. И этот тоже меня немножко беспокоит. Ты у меня союзник, вообще-то. Давай на кого-нибудь напади. За майншторм. Нет. Бесплатно. Что-то какое-то... Понятно. Что с тобой союз заключал тогда? Так. Горгулька бежит. Занимает обратно вулканчик. Героя Триклетки. Ну, Триклетки это почти точно. Нужно вот это логово забирать. Там много горгулик. Ну, не проблема. С горгульками я могу разбираться. У этого героя есть занятие. Тут тоже есть занятие. Более того, даже на выбор есть. В райсы город или... Петух. Непонятно пока, что с ним делать. Вверху логово можно посмотреть. Так, это... Разведчик. Куда он идет-то хоть? Вон, на той стороне вроде бы появился еще один. Можно этого тоже на разведку отправить. Здесь я вроде бы пытаюсь до летучих мышей добраться. Хотя, честно говоря, у вот этих вот рыцарей смерти сопротивление еще ниже, чем у летучих мышей. Поэтому, может быть... Первая скорость. Там проще будет. Короче, здесь патруль. Это разведчик. Так, первый. Уже добрался. Здесь пока непонятно, когда будет. Так, с горгульками все элементарно, но немножко попозже. Это просто оборона, это разведка. Здесь, кстати, справиться надо выпилить. Но чуть попозже, когда мана закончится у врага. Да и вообще справиться, меня убить может. Если уж нападать, то лучше делать это втроем. Тем более, мне как раз их занять было нечем. Ну, нечестно. Убили один отряд. Причем, довольно хорошие шансы были, чтобы вообще-то он выжил. Ой, ладно, иди нафиг. Так, сложно там что-то было из него зомби сделать. Итого. Вроде бы не походили только герои. Герои, которые хочет защиту от электричества. Герой, которому пофиг на все. Герой, который... Это же Кали. У Кали нет молнии. На Кали можно нападать. Герой, которому ничего не надо. И этот тоже хочет защиту от электричества, потому что Шторм Гиганты это электричество. Так, ну это просто разведчик. Который умеет летать, поэтому потенциально может и червячков разобрать. Ладно, тогда получается допустим, на этот ход я отдам защиту электричества вот этому чудику. Держи. Теперь он может бить Шторм Гигантов за счет офигительной брони. Скорость ему не нужна. В принципе, она никому... Нет, она нужна герою, который в райсов будет бить. Хотя она ему не нужна. У него удача и миллиард брони. На всякий случай поменяюсь, потому что мне в любом случае скорость тут не надо. Да, он максимально готов. Да, нападаю. Нет, вы меня не догоните никогда. Одного из вас я попробую завербовать в свою армию. Так, понятно. Короче, молния пошла. Я так не успею бой закончить, если я так буду полчаса бегать. В том плане, что молния не успеет всех убить. Вот. Это классно. Так, ну что, минус первый. У меня все еще есть мана. Можно попытаться развить успех. Что-то не выходит нифига. Я, честно говоря, не понимаю, что происходит. На мой взгляд, я слишком мало урона наношу молниями. У меня просто появляется паранойя, что я всех не смогу убить. На такую рукопашную атаку я уже, наверное, смогу заблочить. Специально немножко подставился. И снова специально немножко подставился. Оу. Что-то получилось не немножко, вообще-то. Ну, у меня герои слабенькие. У меня, как бы, самый сильный боевой стат – это скорость. Ну, тем не менее, это довольно сильное логово для Аркануса. Тем более, это довольно сильное логово. Я же получу в книжку синюю в награду, правда ведь? Весь бой бегал, потом психанул, решил пострелять. Типа, сколько можно это терпеть? Один зомби, слава, два предмета. Мечей на колл-лайтнинг у меня уже был миллиард. А вот мечей на колл-лайтнинг, который дает плюс два скорости, у меня довольно мало. Поэтому любой герой его забирает. А просто колл-лайтнинг продаю. Так, теперь этот герой, у него первая скорость остается. Ему не нужны такие суперкрутые боевые статы. С другой стороны, горгулик там много. Ну и подумаешь. Это же гребаные горгульки. Короче, нападаем. Из одной можно попробовать сделать охранника. Там вроде бы рядом есть существа, но на всякий случай. Ну, видимо, не сделаю. Понятно. Ну, ладно, нечего-то и хотелось. Благо, ифрит сделал одного зомби. Или все-таки попробовать? Еще разок. Не, не работает. Ой, зомби, давай. Зомби, у тебя есть надежда. На вся надежда на тебя. Если не зомби, кто-кто? Диспеллинг вейв и предмет, который дает две скорости. Места нет. Диспеллинг вейв. Так, этот идет охранять логово. Сам Монинг Сёркл идет сразу же в этот город. И Магик Спирит. А ифрит, с одной стороны, разведчик. С другой он и драться может. Много горголек. Ну да, не без ауры. Тактика здесь такая. Ифрит должен сделать миллиард здоровья. И с помощью этого миллиарда здоровья всех поубивать. Я думаю, от одной горгульки он сумеет сделать как раз миллиард здоровья. Или нет. Но надо ему помочь немного. Плащ страха хотя бы. Я что-то как-то переоценил, видимо, его крутость. И надо еще тогда слабости покидать, раз все настолько запущено. Можно еще один лайфдрейн кинуть. Для этого надо еще кому-то сопротивление обнулить. Так, секундочку-то у меня что-то. Так, играю вроде бы. Если получится. А то у меня там бунт. Колобка требует. Колобка нет. Так, все. Здоровья. Нет, ладно. Ну вот теперь точно здоровья достаточно. Единичка славы, предмет, дев, блэс. Это что, это броня или куда это совать? Это амулет. Который дает чего? Две защиты, два резиста, блэс. Мне кажется, надо избавляться от вот этой вот, от вот этой штуки. Она место занимает, а толку не приносит. Ну хоть кто-нибудь возьмите. Возьмите колбочку. Два дев, два резиста, блэс. Ладно, продам. Герой. Наверное, город немножко поважнее. Башню. Ну, с одной стороны, ее могут отобрать. С другой стороны, города тоже круто. Это экономика, которая уже там в какой-то такой космос улетела, что даже... Ой. Даже непонятно. Как теперь можно проиграть. Так, форма призрака есть. Так, ну, айсболты удачи. Айсболты недостаточно эффективны против героев. Ну, моих героев, по крайней мере. Петух меня тоже не может остановить. Создание зомби. Надо пробовать. То есть я буду кидать лайфдрейны во все подряд. Герой. Молнию кастуют, потому что мне лениво тут. Микрит как-то. Крэксколы. Да, у него... Он свойства зачарованно имеет. Петухи его не могут победить. Немного уже ленивый идет геймплей, но я прям чувствую, что я в этой игре не могу никак проиграть, поэтому вот здесь вот по-хорошему здесь я должен был этих отрядов выманить в эту часть карты, поэтому потом накинуть на них паутину, призывать зомби и поубивать этих всех волшебников. Два юнита, три славы. Где это было? Это было здесь. Отлично, 20 маны. Но нужно немножко больше юнитов. Четыре месячника, допустим. Так, остался петух-разведчик. Честно говоря, он не чувствует в себе мощь убитики аспонов. То есть он может от них бегать на третьей скорости, но по частям сейчас забирать логово у меня уже желания нет. Лучше просто подождать, пока герой какой-нибудь нападет и сразу его полностью захватит. У этого героя по-прежнему занят артефакт, который дает резист к электричеству. Поэтому он бесполезен. На этом ходу он точно так же смотрит на мир офигевающими глазами и не понимает, что происходит. Короче, не может он на Джафара нападать. Разве что ему можно побольше скорости выдать. А, я ему уже выдал. То есть на следующем ходу он сразу добежит. Нет, вот так вот сразу добежит. Это другой герой. Теперь у него будет шестая скорость. Ну, типа и все получится. И он на шестой скорости, например, до верхнего города сразу добегает. То есть если у меня освобождается предмет на резист к электричеству, то сразу же экшончик пойдет. Я прям даже подумываю, может не самому создать. Я могу. Я такой. Всего один ход. И все проблемы мои будут решены. Сейчас еще раз смотрим на этого героя. Если бы я тебе выдал амулет на резист к электричеству. Это минус три скорости, минус резист. Но ты же зачарованный герой, зачарованный. Она бы смогла сражаться. Реально она достаточно крутая для того, чтобы... Форма призрака к холи армору есть. Что, может быть сделать? А я его, кстати, заказал. Ну ладно, я сильно не теряю. Я всего один ход каста, получается, потеряю таким образом. Я думаю, можно попробовать. Просто создам такой амулетик. Тогда броня будет довольно неплохая. Пятнадцатый дев уже блокирует семь с половиной урона от молнии. Этого достаточно, чтобы в среднем чувствовать себя уверенно. Так, ну что, тогда двигаемся дальше. Вот это скорость, короче. Какие быстрые ходы пошли. Всего 20 минут. Что тебе надо? Давай, greetings, тревеллер. Говорит, хочу джан спайдерс. За лайтнинг болт? Изи. Забирай. Это еще что за нафиг? Это Джафар. А не нафиг. И как? Опять ауру, что ли, какая-то природная? Миллиард кабанчиков зовем на помощь. Грязь кидаем. Что делать-то? Стену огня. Грязь мне, честно говоря, нравится больше всего. Она позволит замедлить бой. Я смогу покидать... Заклинание. Ну, допустим, как-то так. Угу. Если я в грязь пойду, что вы будете делать? Ну, я не пойду. Почему? Потому что я хочу стену огня кинуть. Что-то мне кажется, если вы будете бить через стену, то... То у вас сразу все плохо будет. А я что-то не понял. А в стену кто будет врываться? Ну, ладно. Я даже лучника подвину к стене. Сам бить не буду через стену. Больше кабанчиков. Так, это нежить. Алибарчик. И тем не менее, если есть возможность спасти, то лучше попробовать спасти. Так, и поделать зомби. Понятно. Враг пробрался. Враг пробрался. Бей его. Ну, вот как-то так. Минус рынок, единичка славы. И главное, что отбился. Предмет создан. Так, а можно теперь этот предмет отдать этому герою? Спасибо. Наконец-таки избавился. Вот здесь только что были большие потери. А, ну здесь и так делаются мечники. Все равно пусть лучше тут еще пару юнитов. И вообще никто даже не это... Ни нападений больше... Как-то он более успешно завоевал свою территорию. Я вообще логов не вижу. Так, с этими героями пока все сложно. Мэджик спириты. Один сюда. Один сюда. И у меня один лишний появился. Потому что я считать не умею. Бывает. Не только лишь. Каждый может до 4-х досчитать. Без ошибок. Давай сюда лети. Разведка. Так, а стоп, а что за сопля? Ой, ну что за гребаные читы? Да не могли его так сильно повредить. У него были бонусные хитпоинты от Львиного Сердца. Нет, не от Львиного Сердца. У него были бонусные хитпоинты от Лайф Дрейна. Это какой-то косяк. Это просто не может быть так. У меня было миллиард здоровья в конце боя. Какого фига я спустился на один хитпоинт? Все здоровье, которое было высосано через... Короче, это баг. Я не вижу другого объяснения происходящему. И из-за этого бага теперь герой... Не может никуда нападать. Потому что у него один хитпоинт. Единственное, куда может нападать, это на логово. И не просто на логово, а логово, которое не имеет стрелковой атаки. Это еще, короче, найти надо. О, начну с простого. Всегда меня радуют подобные бои. Своей простотой, ясностью, понятностью. Вот этим всем. Ёлки-палки. Упс. Упс. Во, есть хороший вариант. Называется Майншторм. Так, а здесь прям все максимально плохо. Так. Как тут не помереть? К тому больше всего здоровья. Ну, примерно плюс-минус одинаково. Кабанчиков даже побольше за счет того, что у них броня есть, а у Фантома Ворьера брони нет. А, ну, норм. Держи. Минус патроны. Теперь всего лишь нужно сделать из одного охранника. И то необязательно, потому что я могу оставить в это логово. Так, я что-то сейчас не понял, что началось. Так, ну, я все равно почти уверен, что все получится. Мне просто сейчас кабана выпилят. Да, все нормально. Ну, я потерял двух киоспонов, потому что здоровье у них уже такое, что это то же самое, что его нет. Тем не менее, это логово, которое мне дало бесполезное, редкое заклинание. Нафига мне эта летучая мышь, сами ее спасибо призываете. Где моя невидимость, например? Невидимость же это тоже редкое заклинание. И можно было бы ее выдать. Может напасть на Спрайса с тем расчетом, что он не пробьет один хитпоинт, а вдруг пробьет. А, стоп, у меня же во время боя львиное сердце добавится. Ну-ка, следите за руками. На всякий случай запишусь, я не знаю, как это работает. В чем моя идея? То, что я сейчас сниму этот артефакт, одену, и у меня будет миллиард здоровья. Где мой миллиард здоровья? Вот у меня один хитпоинт. А что это за восемь хитпоинтов? Подожди, он не может снять этот артефакт? Вот, у тебя все еще один хитпоинт. А теперь назад. Как это работает? У тебя один хитпоинт был? Как она может запомнить, что у него минус семь хитпоинтов? Что это за фигня такая? И все равно один. Непонятно. Так, но мне нужно где-то этого героя выключить. Нужно какое-то безопасное сражение. На голема напасть. А, у нее эти появились. А из болты. Поэтому без полного хитпоинта никакое сражение не может быть безопасным. Не, ну что за глюки? Из-за опять очередной какой-то непонятной хрени потерял все здоровье. Так, ну что, куда разведываем? У этого третья скорость, поэтому можно без разведки его в эту башню отправить. Здесь аура слабенькая очень. Демоны. Демоны. Точнее, демона, да, но героем. Потому что героя можно защитить достаточно, чтобы репер слэши его не грохнули. Так, есть гигантские пауки или башня, или пятая скорость, или город. Три. Нет, города нет. Раз, два, три. Четыре. Нет, города никак. Мне кажется, этот герой засидел. А, я для него сделал артефакт. Все, теперь он даже против молнии должен тащить. На всякий случай, можно чуть побольше дев выдать. Прямо, чтобы вот вообще 16. А, давай, ты теперь будешь без счета, но при этом все равно достаточно сильный для атаки на город. На этот, потом на этот, и потом весь мир захватишь соло, без потерь. Ну, и, в принципе, тут можно нападать. Как раз благодаря высокому деву эти пушки превратятся в тыкву. Ну, как бы да. Она готова? Молния? Ну, я знал, что будет молния. Думали, я этого не предвидел. Я думаю, может быть, призвать какого-нибудь кабанчика для того, чтобы соперник все-таки молнию не кидал. Потому что, несмотря на то, что защита хорошая, но есть такая штука, как дисперсия. И не нужно без необходимости искушать судьбу. Поэтому нужно дать возможность сопернику сделать какую-нибудь глупость. Ну, и все равно это выгодно. По крайней мере, до тех пор, пока у него не закончится мана, выгоднее таким образом действовать. Вон, фаерболл там Джафар кинул. Я думаю, еще разок можно. И после этого... Фаерболт. Ладно, все, короче, спокойствие. Переходим к лечению. У меня есть форма призрака. У него нет фантом-варьеров. Вы что делаете? Пушки вы офигели, что ли? Это я близко подошел. Они так дамажить начали? Вы серьезно? Чего? Семнадцатый Деф. Сорок Тудефа. Не, ну уже лучше лечение кидать. Короче, я без зомби останусь. Что-то я фигню сделал. Я думал, я летаю. Так, все, короче, я топить начал. Но что, собственно, начал тупить-то? Зачем? Для чего, чтобы что? Давай-ка я лучше выйду отсюда. Я понимаю, что я достаточно крут, но действовать надо осторожно. Еще один какой-нибудь дебаф сюда влезет. Влез дебаф, проверяйте. Всех дебафнул. Ну, ладно, я вылез с полными хитпоинтами, но что-то как-то я прям недоволен своим этим сражением. Так, мне здесь, получается, нужны любые юниты. Вор-колледж, алхимическая гильдия. Так, это все фигня. Тут куда летим-то хоть? О, петух. Давай-ка ты будешь город охранять. Там почему-то нежить не получилось создать. Башню надо занять. Не дохожу на этом ходу. Ужас. Тут патруль. Это тоже не доходит. Тут больше отрядов. Больше. Это еще что такое? А, это союзник. Союзник башни пробил. Беда. Так, и вот здесь самое противное место. Нет, этот герой ход, получается, теряет. Подлечиться можно либо на врайсах, либо на гигантских пауках. И то не факт. Так, герой на третьей скорости. Против демонов надо его слать. У меня есть защита от смерти, которая нифига не защищает от рипер слэша. Форма призрака. Резист элементы есть. То есть, просто кинуть блэс, и он достаточно крут будет. Но просто кинуть блэс я же не смогу, да? Мне не хватит. А сколько там рипер слэш делает? 30. Сколько? Ну, с половиной. А, кстати, а кто сегодня крутую броню-то забирает? Ну, нам никому не нужна. Я здесь сделал, короче, кольцо, и теперь броня не нужна. Башня открыта. Здесь аура хорошая. Надо сюда лететь. Рипер слэш. 20 дев. Ум... Ум... Без благословления опасно нападать. Под блэсом это был бы элементарный бой. Но на блэс мне не хватает кастинг скилла. Двоечки всего не хватило. Альтернатив вообще никаких нет. Разве что могу с собой зомби взять. Ну, кстати, это тема. Они на зомби потратят свои заряды, и тогда герой будет гораздо больше в себе уверен. То есть, горгулька получается... Окей, нормальный план, мне нравится. Горгулька, получается, будет башню защищать. А здесь можно врываться, потому что они вряд ли будут в героя что-то плохое кидать, потому что у него миллиардная защита. А вот... В лучника наверняка будут. Ну все, а теперь я блэс скину и все. На всякий случай. Не знаю, зачем здесь блэс. Просто могу и кидаю. Довольно интересно то, что из Пандора может вылезать упырь. Типа, это как вариант, как нежить делать. Если у тебя нету книжки смерти, типа, берешь Пандору бокс и рандомишь себе, пока не вылезет оттуда вот такой вот... Едничка славы, Мистик Сёрдж. Кстати, прекрасное заклинание. Блэс резист. В толпку. Между прочим, Мистик Сёрдж открывает очень много возможностей, как слабыми отрядами начинать всяких Грейдрейков убивать. Вроде где-то у меня были подобные места, нет? Вот здесь, например. Здесь слабых отрядов мало. А есть где-то, где побольше слабых отрядов. И тоже какие-то крутые Грейдрейки. Всё равно надо напасть. Понятно. Но, кстати, 3 копейщика бы справилось. Даже 2 копейщика бы справилось, потому что Летучая Мышь первого не убила. Здесь надо тогда больше копейщиков. И рано или поздно я ими этот вулкан развалю. Здесь как-то не срастается у меня. Делать тут нечего. А вот здесь можно присоединиться. Так, скорость максимальная. Так, щит, который на электричество, который всем был очень сильно нужен, на этом ходу внезапно стал бесполезен. Тебе вот он почему не нужен? Потому что здесь только башня и гигантские пауки. Но башня круче, чем гигантские пауки. И поэтому надо на башню нападать. Что-то маловато Дефа. 50% тут Дефа, 12% Дефа. Маловато Дефа, да. Да-да. Именно так. А, я думаю, что там. Как еще что сделать? Здесь Magic Spirit нужен. 800 мана. Может, она не будет колдовать? Ну-ка, вот проверим. Я нападаю на Справица. Ну, это Суицидальник. Ну, и ладно. Справица с лучника застрелит. Вернее, не лучника, а героя. Я просто еще пытаюсь какое-то решение придумать, как этого героя вылечить. Так, вернемся к этому. У врагов 10-ая атака, плюс 2 Ту Хит. У меня 12-ая броня, плюс 2 Ту Деф. То есть это плюс-минус 0. Так, теперь у меня 6-ая скорость. Это еще удобнее, потому что, возможно, иногда может потребоваться убегать куда-то. Короче, надо нападать на башню. Максимально готов. Ой, там что-то мне написали. 3 Night Stalker здесь еще есть. Я даже внимания не обратил. Я не понял, я через горы могу чего, как призрак, проходить? Допустим, пятая скорость сюда. Так, MainStorm не работает, но работает какой-нибудь там Banish. И Call Lightning. Так, ну да, как предполагалось, они все равно за счет дисперсии пробивают такую броню. Хотя в среднем у меня броня больше, чем у них атака, но не всегда она работает на полную мощность. Но вот это вот догнать не только лишь каждый сумеет. Мало кто сможет догнать такую скорость. Так, пять. Хилка. Я полностью здоров. Сталкеры меня не задамажат. У меня к смертельному этому зачарованный где-то. Вот он. Ну, в принципе, все. Дальше можно, ну, на всякий там случай, какие-нибудь слабости покидать. Но это уже не обязательно. Те, кто по слабости, их можно даже не бояться уже. Они дамажат довольно посредственно. Единичка славы. Благословение этого его зада. Потому что как еще можно прочитать ее анус, кроме как благословение зада? Мне кажется, никак. Других вариантов просто нет. Бесполезный меч. Потому что это просто шесть атаки. И бронебойный это мусор. Кстати, благословление это просто ерунда. Magic Market, Wizards, Guilted, City, Producers, Edition, 11, Power. Это ерунда. А с другой стороны чего? А, с другой стороны... Не, Гидры это мой золотой запас. Вот когда наступит, когда придет еще 10 ходов, вот тогда Гидры пока нет. Короче, не походило два героя. Неча Скьюр у меня 40 мана тоже не хватает. Придумал крутейший вариант, как спасти этого героя. Но он тоже не прокатывает. Ладно, тогда разведка сюда. Может быть, здесь есть какое-нибудь логово. Нету. Если на меня нападут, то, скорее всего, несмотря на то, что у меня один хитпоинт, я смогу героя вылечить за счет лайфдрейна. Поэтому, да, я нападать сейчас сам никуда не могу. Раз, два, три, четыре, пять. Да, не могу. Здесь Шторм-гиганты, это слишком нереально. Архангелы и червяки, это, конечно, мои клиенты, но пока до них долетишь, тысяча лет пройдет. Кстати, а сколько городов осталось у вот этого фиолетового? Ой, еще дофига. С ним еще воевать и воевать. Ну, получается, просто лечу сюда куда-то. Без сражений. Даже на инженера не нападаю, потому что он может взять меня и... Ну, вот на этого алибарщика можно было бы напасть. Потому что, если он кинет в меня айсболт, она в меня кинет, то... есть шанс, что за контрит аура. Плюс есть шанс, что он у меня просто не будет не кидать никаких айсболтов, потому что мана находится в режиме экономии. Правда ведь? Он не кидает сейчас никакие айсболты. Ну вот если я, например, нападу куда-нибудь на войско вот этого фиолетового, из-за того, что он в баннише, ему нужно тратить ману на вытаскивание себя из задницы, он не колдует заклинания. Да точно не колдует. Я прям уверен, что я могу напасть, и это будет безопасно. Ладно, я запишусь, но... не будет... Это, короче... Это не считается за загрузку. Я не буду загружаться просто. Это невозможно. Правильно? По его чудесному алгоритму он должен, из-за того, что маны нет, он должен сидеть и молчать в тряпочку. И герой вылечится за счет лайфдрейна. Проверяйте, короче. Во! А я знал. Вы думали, я не знал? Это все тончайший расчет. Ни малейшего шанса не оставил. Не, на самом деле печально то, что... Я так все-таки считаю, что из-за бага у меня здоровье исчезло, потому что я вроде бы следил в том бою за количеством своих хитпоинтов, и я бы не мог допустить такого, чтобы... Ну вот опять, что это такое? Какие в жопу 4 хитпоинта? Что это за говнище? Ну, это какой-то баг. Окей, здесь... Ну, просто баг. Камон, как это еще объяснить? Никак. Видимо, я настолько в каком-то там предыдущем бою насосал много лайфдрейном, что игра не выдержала, и у нее там какие-то шарики за ролики заехали, и в итоге она меня теперь... Ну, тогда окей, иначе скьюр. Мне, значит, нужно сейчас кидать, чтобы на следующем ходу я все-таки фулл хп как-то оказался. Где оно? А, у меня его нет, я его не изобрел. Ну, давайте поговорим. Ребятки, у меня к вам деловое предложение. Наверняка кто-то из вас умеет увлечения. Давайте. Только сегодня и только для вас. Крэкскол. Нафиг не надо. Никогда не буду кастовать. Что-то не помню. Никто не знает. На всем мире миллиарды заклинаний есть. Никто не хочет. Удвоенная сила диспелов. Это интересно. Ну, мне спелбласт не нужен, правда ведь? Но только с той точки зрения, чтобы не изобретать его тысячу лет. Он довольно дорогой на изобретение. Я помогу немножко своему союзнику. Не забудь. Ну, с другой стороны. Да он все равно у кого-нибудь не меняет. И потом я рано или поздно спеллокина героев повешу и мне эта двойная сила диспелов будет не страшна. Но и спелбласт мне не нужен. Зачем я его пытаюсь обменять? Чтобы увидеть у ресерча что-нибудь новенькое? Я же все равно ресерчем не занимаюсь. Ну, кстати, с ним тоже можно мир заключить. Окей. То есть, полечиться с помощью заклинания я не могу, потому что у меня заклинания нет. Хитпоинты у него хотя бы из минуса вышли. У меня, скорее всего, были отрицательные хитпоинты. Я понял, что произошло. Я только не понимаю, как с этим бороться, что называется. Надо было больше лечиться, наверное, во время этого боя. Я просто как бы до нуля вылечился, но этого недостаточно оказалось. Ладно. Заклинание надо заказать. Здесь нужен Magic Spirit. Но ближе из этого города тащить. Но я опять же на этот город не могу нападать. Потому что у меня та же самая дилемма на следующий ход будет. А что, если он кинет айс болт? Ну, капец, короче. Так, ну заклинание какое-то колдовать надо. Где есть незахваченное логово? Где нужны Magic Spirit? Вот здесь какая территория классная. Вот здесь нужен Magic Spirit. Ну, не прямо сейчас, но в целом когда-нибудь. Так, Magic Spirit. Ладно, все, вроде бы все сделал. Фейтмастер изобретается. Кастинг скил все ближе к 200. 155 на этом ходу сейчас будет. То есть меньше 10... Короче, меньше одного года осталось заиграть. И после этого заживем. Ариэлька тоже. Ну, надо было давать. Я что-то я зря постеснялся. Если Ариэлька знает, то точно надо менять. Если Ариэлька знает, значит все знают. С Лопаном надо вернуться на разговор. Это рейдеры. Теперь этот летать не умеет. Так, сейчас не понял. Вообще это третье сопротивление. Зачем я ему броню еще режу дальше? Короче, я чувствую у него слишком много денег и кастинг скилла, что я таким образом начинаю бои проводить. убегать я не буду. Вообще нет, еще можно... Не, мне мана мало. Могу не уложиться. Так, плюс зомби. Ариэль кастует. Монстры около Лэш-Жагана. Жаган. Опять. надо самому нападать. Потому что на территории города сражаться это последняя вещь, которую стоит делать. Ну, копейщика за раз он не убьет. О, мистик серф кстати есть. Банниш. И бой в ауре проходит, поэтому все довольно сложно. Ну, кстати, мистик серф нормальный вариант. если я его найду. Офигенно. Просто офигенно. Скубочках нет, но... Бафы выпали максимально бесполезные. Их максимально мало и они максимально бесполезные. То есть сразу два в одном. Здесь даже я не очень понимаю как по мане с ними лучше разобраться. Может быть каким-нибудь кабаном. Фантом без стом не знаю. попробую через беста и немножко его бафну. Лучше врага дебафну. Ну, по идее должен всех добить. ну, норм. Сила кастинг скилла порулила. Разведчик все еще пытается... секундочку. Играем дальше. Мне тут хотели босса колобка. Снова не сложилось у детей поиграть на моем компьютере. Свой компьютер у них тоже есть. Но он не настолько хороший. Поэтому они приходят ко мне еще поиграть. Разведчик просто летает, плавает. герой опять сейчас начинает тупить. Так, здесь вроде что-то сложно было. А, все, горгулька уже прикрыла. Я помню... Нет, вот башня свободная. Вот, башню надо занять было. Все, башню я запер. Заодно увидел территорию своего союзника. На ней логово есть. Нифигеть вообще. Они еще логово не все взяли. Так, здесь башню надо прикрывать. Так, герой на шестой скорости. Ну, здесь либо вот этот город, потом вот этот, потом возвращаемся на континент. Либо раз, два, три, четыре, пять. Рыцаря смерти могу убить. Это, кстати, довольно грозный отряд. Он запросто... Ладно, не запросто. Он теоретически может город... Не, не может. Справиться в лучники поубивают. Пусть нападает. пофиг на него. Так вот, герой. Ну, скорее всего, город надо брать. Это логово меня не очень интересует. Оно как-то слабо выглядит. Никаких Night Stalker там быть не может. 6 хитпоинтов у волшебника. Надо на город нападать. Заодно заставлю героя потратить ману. Так, чем нападать? Ну, в принципе, вот такой состав армии, состав, в смысле, артефактов вполне норм. Всякие айсболты она уже пыталась миллиард раз сделать. Да, кстати, она готова тратить во время, то есть, короче, во время осады города она ману жертвует, по крайней мере, сейчас. Может быть, потом прекратит. Crack Skoll. Угу. Кулл стори, да. Расскажешь потом, как получилось с помощью Crack Skoll чего-то добиться. Давай еще Crack Skoll. Конечно, там один хитпоинт, кроме как через Crack Skoll его ничем не убить. Ой, не грязь, еще кабанчик. У нее есть явно еще Crack Skoll, потому что у нее очень много маны. Я не хочу молнии кидать. Ну, пофиг. Нормально. Резист элемент. Что-то заканчивается. По всей видимости, у нее деньги. Двенадцатая броня. Никто из этих мечников меня не пробивает. Петух тоже не пробивает. Лайфдрейна. Мне бы хотелось больше всего волшебников задамажить. Понятно, что шансы как раз против волшебников максимально никакие. Но юнит наиболее интересный. Ладно, пофиг на это все. Бейте меня. Так, два зомби, три славы. и где это было. Это был здесь. Так, круто. Я вот еще хочу сделать. Можно узнать, может она еще будет тратить ману, нет? тратят реально. А в чем твоя проблема? В какой момент ты будешь ману беречь? Больше не кидает. Один айсболт. ману ману лико нету. Высосать ману из нее никак я не могу. Могу сделать зомби. Кстати, в принципе, хороший юнит. Давай, убиваем мне кабана. Не, не убивай. Не знаю, короче. Еще кабанова убьют. Чего-то случайно. ладно, я убью его просто кабанами. Я просто подумал, что из него можно зомби сделать. Ой, да ладно. Все, короче. Так, тебя убью. Можно было не выкинуть майншторм, после этого с помощью варп-крича делать начатое. Так, раз, два, три. И этот герой ни докуда не доходит. Бывает. То есть, он, скорее всего, просто в город тогда пойдет и здесь переждет. так, этот герой всего лишь на третьей скорости. Так, лучники куда-то летят. Как ни странно, здесь можно напасть. Если убью, хорошо, не убью, вроде бы я ничем не рискую. Хотелось бы сразу выиграть. понятно. Наверное, никаких шансов у меня здесь нет. А, нет, есть. Что это, плюто? Шестая скорость. А вот теперь уже нет. раньше были, теперь не осталось. Ладно, пофиг. Я потерял раненого киаспона, который почти сумел, но немножко не смогла. О, этот в другую сторону поперся. Видимо, в этом городе стало так много защитников, что он уже стесняется нападать. так, здесь кто? Земляные элементали. Если третья скорость героя, почему герой это на третьей скорости? Так, ну вот он сейчас должен явно забрать какие-то артефакты на скорость. и получается, раз он все равно никуда не доходит, то земляных элементалей тоже ему предстоит бить. вперед. Вначале сделаю одного зомби для обороны по-быстренькому и слабого какого-нибудь юнита, чтобы быстрее варбкрич сработало. все, можно выигрывать. у них броня никакая, по идее молния справится со всеми. зомби и предмет даруют зачарованный. Хороший предмет. А у кого нет зачарованного? Мне просто эту фигню хранить смысла нет. На, держи тебе подарок. Теперь ты зачарованный герой, потому что у тебя супер гилити, есть супер блейд мастер, теперь еще резист тоже тебя никогда не подведут. Так, здесь край карты. Magic Spirit здесь он даже не знает что ему делать туда идти. Так, груглька патруль, тут я вроде пришел к выводу, что у меня слишком много лучников и значит у этого отряда ничего не получится. А с големом я как-нибудь разберусь. полет полет кинут одного из юнитов и все хорошо будет. Так, ну и осталось самое сложное наверное решение. Опять этот герой, который все никак от косяков не отойдет. 600 маны. Ну я только что видел, когда нападал копейщик, она наскребла на каст айсболта первым ходом, поэтому вот у меня вообще нет уверенности то, что если я нападу допустим на этот город, я не получу с первого хода айсболт себе в лицо. но я могу проверить. Допустим вот этот вот герой ой герой ну не важно вот этот город если я возьму вот этого лучника и нападу на лодку лодка не защищается это значит что и другой юнит он тоже не должен защищаться все короче герой получается опять может нападать мне явно нужно заклинание которое называют чего отдохни класс короче герой должен напасть на какую-нибудь слабенькую цель 3 ну это вообще печаль я два хода героя потерял из-за этого бага опять он просто нападает чтобы полечиться ну как так можно давай сэйдж скажи что сейчас ты снова высадишь здоровье и у тебя после этого здоровье снова будет отрицательное давай покажи мне это давай где-то не фулл хп стал ну ладно все отпустило вроде бы этого героя хотя вот он спокойно мог бы два города забрать если бы вот с полным здоровьем был то можно было бы нападать так этому герою нечего делать и ни докуда он не доходит поэтому резист резисты есть можно просто покачаться например вот здесь молния то есть его не дамажит окей а кого еще не дамажит молния это что за логово это природное логово ну то есть этот герой может спокойно вот это логово забрать да может петух в город летит защищать герой получается у него есть резист к электричеству за счет кольца ему бы только выдать не не вот опять это местами кнопки поменяли почему я пытался на дисмисс нажать нет я пытался просто меч побыстрее дать ладно пофиг короче нападай сюда да лайтник был законтролен давай-ка ты не будешь даже пытаться в меня лайтнинг кидать поэтому вот тебе цель и кидаю лучше в нее что-нибудь ну например кабанов паутина пушка здесь на первый взгляд единственный отряд хоть какую-то ценность представляющий жаффар кабанчик вкидает богатый ой мисклик так так и время приземы зомби мисклик так 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 экспирит к делу эти отряды сидят защищают город и каждый ход нужно их делать все больше и больше тут есть кабанчик на защиту поэтому в принципе даже можно на разведку отправить и этот герой получается со своим щитом с плюс 2 скорость плюс 36 скорость может выпилить этот отряд и на следующий ход он куда-нибудь дойдет тоже в принципе нормальный план что это такое пушки вы что делаете вообще пощады пушки наказывают за недостаточную прокачку героя молния тоже пытается но герои бегает и терпит можно их патроны забирать прикольно наверное не лень с ними возиться я просто всех поубивают в этом бою и там кто-то невидимый был это интересно невидимый юнит это всегда круто вторая скорость из него я хотел бы сделать зомби майн шторм тогда и вторая скорость то есть я просто сюда подвинусь не бейте night stalker не stalker как вы там звать и где он здесь лес я так понимаю поэтому он по одной клеточке подвигается вот кто будет убивать логово там как раз рядом было логово через по моему штурмовых гигантов я все на него посматривал герои как-то ленились мне такое впечатление здесь еще один такой же есть так сделал зомби единичка а ну так то получается это был еще опаснее отряд чем я думал если у него еще было в составе два невидимых юнита это прям реально круто было night blade и давненько такого не видел 150 так ну хочется заказать но 400 за удвоенную силу диспела честно говоря я больше бы хотел фейт мастерик станусь чувак давай помиримся может быть нет не не помиримся или помиримся я просто могу с ним это прокатывает только один раз можно один раз с ним заключить мир после этого поменяться после этого опять продолжить войну башня открыта ну чё я буду это колдовать два хода целых и взамен я получаю просто двойной диспел который я вообще-то не использую практически никогда не это дня это сейчас не актуально вообще никак так само не с летучие мыши редкие существо которое я могу саму не бесполезно гряд лизард под столицы с чем нас можно покидать ну в принципе да я с чем нас на всех героев надо кинуть амазонка получает полет прекрасно ты а ты уже ты наверно первый был кто получил баф тогда ты теперь тоже так чем тебе чего выпало тебе возможность бить летающих ну самое бесполезное ну ладно и на сдачу ну этих двух героев даже бафать честно говоря стыдно они настолько ужасно что ну на другой стороны пусть будет эээээ так вроде можно двигаться дальше ходы которые занимают миллион времени ой забыл про этот город у меня там есть шаманы я еще в прошлом ходу видел что в него кидали коррупцию и как раз это единственный город который без проблем справляется с подобным кали ладно не получилось керс ченнелс на героя если я его найду где вот на этом кажется собирался теперь кидать тут тут довольно скоро будут нападать на этот город поэтому дополнительные юнита точно будут в тему хорошая передача хода прям мне нравится когда ты передаешь и тебя просто не трогают даже не пытаются никто на тебя нападать все понимают что шансов не будет о герой наконец наконец может хоть куда-нибудь напасть ну и на выбор два города на одном пике точеная на другом что-то еще ну допустим подождем так кабанчик тут курит герой подыскивает новую цель а помогает ему в этом и фрит и снизу еще башня открыта тоже можно было бы прикрыть ладно ну здесь похоже на край карт лан разведу ну вот сияние кстати кто там много гидр прекрасно логово через там через по 6 вход 5 ходов 4 хода через 4 хода 4 с 4 хода это логово станет мега важным нужным и полезным и кстати к этому вообще-то надо готовиться между прочим к тому что вот например где у меня было логово что к тому что вот это логово станет важным нужным и полезным я здесь даже не убил огненных гигантов которых по-хорошему надо заранее убивать ну ладно позднее разберусь пока еще рано но в принципе к захвату гидр надо готовиться нельзя просто так вот взять напасть на гидр и типа окей теперь у меня будет 4 гидра не надо надо готовиться так здесь melt можно попробовать отправить night stalker этого на вот этот логово и как раз тогда получаются другие герои могут его не трогать это логово с бегемотами ждет того момента когда ну 4 хода короче ждет нет кучи 3 хода чего-то плюта я не могу до 47 ходов ну конечно 7 ходов так тут 3 скоро короче эти герои никуда не добегают получается скорее всего вот этот герой сам сейчас лично будет убивать это логово потому что все равно делать никому ничего нечего то есть допустим он готовится тоже как пока ждет так ну все в принципе оставили в покое мой город кроме этого отряда ой как них как неудачно получилось но здесь не будет аура поэтому все хорошо будет лан пофиг отобьемся кстати справиться вполне могут не убить этого медведя и к тому что можно попробовать может быть медведем забрать скорее всего ничего не получится ну и мне медведь не жалко если бы он кидалась болты то скорее всего прокатило бы то есть он бы выиграл но крэкскол это ужасный выбор но он настойчиво продолжает использовать именно крэкскол прям вот чуть-чуть не хватило чуть-чуть сопельки не хватило еще бы милипусинка и все бы вышло так здесь нужны копейщики каждый ход потому что они довольно крутые так здесь я вроде пришел к выводу что отбиваюсь каждый ход надо кого-то делать потому что здесь тоже каждый ход юнитов мало так что по героям в итоге башня верни башня логово с гидрами ждет прямо сейчас нельзя бить но здесь есть в той стране два других поэтому наверное или можно кстати столицу напасть да не глупость какая-то столица сейчас бы нападать через 7 ходов у меня бегемота появятся прямо вот по соседству отсюда и понимая вот это вот все зачем мне вообще столица это трогать короче вот сюда куда-нибудь лучше летим потом одно из этих логов будем грабить калли кстати можно а сеттлера если зомби сделать из него можно город строить а давайте узнаем но после паузы что-то лучше бы с ними сражаться каким-нибудь мечником местным а не героем ну самое простое то так сделать и все и и не догоните после чего выпилить двоих не так-то можно и троих но но нет из третьего надо пытаться зомби делать так 93 маны кстати не дают мне убежать игра видимо считает что у меня 2 скорости не 5 хотя на 5 скорости по хорошему она должна бы мне предлагать сбежать зачем вот это вот тянуть окей силами местных если вот отрядов дальше развивать успех тот этот лучник теперь может попробовать у него довольно дофига попыток ног за майн шторм вначале тогда вообще все просто на теткой люди что ой ну конечно иммунитет к иллюзим реально киаспона всегда был иммунитет к иллюзим мне казалось мне кажется это какая-то новая хрень не было такого нет и на я не против но как бы странно так навернуться дальше проверяю свою удачу с десяти процентной вероятностью пытаясь законтролить вот эту вот до волшебник для этого нужен что-то слишком сложно там постой лучше не хочу от тебя бегать так хочу делать может просто убить есть еще справиться который не ходил и больше попыток на этом ходу не будет ну максимально все плохо и на самом деле у этого плохо есть решение называется но фейт мастер оно бы удвоило сразу шансы на успех я могу его изобрести за один ход если немножко перераспределю свои налоги но она пофиг на него наверное что-то мне надоело наверное потому что конец серии и это короче не учитесь этому не надо так повторять нужно просто отдохнуть отдохнуть выспаться набраться сил и энергии для того чтобы вот такие бои не сливать за просто так выживать выжимать максимум из подобного сейчас я максимум даже близко не выжил я просто забил хотя здесь можно было вообще всех троих зомби превратить героя сюда призвать кстати тогда получается герой свободен он может либо город забрать а кстати может дом дрейков убить дом дрейков грей дрейков вот этих элемент а нет 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 стоп стоп там летучие мыши не убиты если он возьмет амулет на львиное сердце то он может или тучих мышей грохнуть ну ладно это не надо усложнять если кого-то хочется грохнуть то есть много других прекрасных мест этот город надо забирать вокруг него много логов из которых надо magic spirit притаскивать будет ну просто пауков можно убить в конце концов раз это логово не тронули то вполне возможно что там неплохая награда получается этот герой может нападать вроде бы никакой необходимости ни в чем нету там просто штурм гиганты и и это не опасно иммунитета к иллюзиям нет поэтому в начале майн шторм по третьему по четвертому сопротивлению наверное лучше все равно варп кричи вначале покидать не туда выпадает рандом все теперь можно live drain ну что-то я не уверен в принципе здесь может быть книжка все-таки value позволяет так на глазок если считать я не помню точно сколько стоит один такой вот надо смотреть в руководстве к игре штурм гигант но на глазок скорее всего пролазит по value так уровень зомби ифрит сюда пролез по value так двойной опыт в топку идет ифрит а должна была невидимость пройти нефрит в саму нить это довольно плохая идея так герой берет наверное артефакт на скорость и куда-нибудь в сторону либо этого города ну скорее всего вот этот герой будет забирать нижний город а этот герой на своей скорости на 5 1 2 3 4 5 не добегает единички не хватает а можно еще дубинку побыстрее выдать так допустим он заканчивает ход вот здесь я уже разведал там гидросизят этот герой ну вообще лучше последовательно действовать несмотря на то что здесь город более отстойный никому не нужный и бесполезный я думаю все равно лучше с него начать и в итоге я заберу этот потому что он гораздо красивее не ну а чё хороший город а на следующем ходу заберу верхний ладно нет все в другой раз короче хватит перекурс делаю нужно набраться сил перекурить ну и по графикам все максимально прекрасно и по силе армии и по магическому доходу и по кастинг скилу и по населению и и вообще короче все все здорово с той скоростью как с которой я играю наверное следующая серия все будет все еще будет у меня будет меньше 200 кастинг скилл и поэтому примерно то же самое что сейчас а вот через одну серию уже я думаю пойдут всякие там нежить архангелы нежить гидры и вот это вот все но это пока только планы книжек в этой серии получается я не нашел то же самое что у меня было так и осталось ну пока получается перекур продолжение следует и всем пока